Азербайджанцы русского происхождения в Карабахской войне. Каждый раз, когда говорят о представителях какой-то нации в Азербайджане, испытывают трудности с формулировкой. На мой взгляд, писать, например, русский из Азербайджана не совсем верно. Это создает впечатление о каком-то разделении наций, гражданской обособленности, в то время, как прошедшая война в очередной раз доказала, что народ Азербайджана един. Поэтому выбрали для заглавия, возможно, непривычную для уха формулировку, азербайджанцы русского происхождения. Она с одной стороны показывает гражданскую и социальную общность, с другой – культурную и религиозную своеобразность. Русские в Карабахской войне. Не желаю никого обидеть, но если смотреть российское ТВ, то создается впечатление, что настоящих русских в России практически не осталось. Нам постоянно показывают какую-то рвань и дрань, а за лучших представителей выдают гостей на ток-шоу. Это настолько контрастирует с представителями наций из ближнего зарубежья, что создается впечатление, будто именно они и являются последними носителями истинных русских традиций. Я понимаю, что ТВ-пропаганда, перенасыщенная представителями маленького многострадального народа, таким образом пытается создать у титульной нации комплекс неполноценности, но выглядит все это ужасно. Более того, когда русские ребята, проявляя чудеса мужества и воинской доблести, гибли за свою родину, Азербайджан, российское телевидение испражнялось гноем про воюющих турок и сирийцев. И ни слова о героях. Неизвестные герои. О трех русских парнях погибших во Второй Карабахской войне написано немало. Они награждены правительственными наградами, а их имена навечно вписаны в историю Азербайджана. Я же хотел бы рассказать о тех русских ребятах, что не на виду. О некоторых из них, что пошли добровольцами воевать за свою отчизну. Вся информация взята с телеграм-канала Ассоциации русской молодежи Азербайджана. Дмитрий Марков. Дима Марков, сотрудник IT-отдела азербайджанского канала Иктимы ТиВи. Он находился на передовой с начала войны. В настоящее время находится в районе Шуша. Дмитрий также принимал участие в апрельской войне. Владислав Корчашкин. Владик Корчашкин. Родился в Баку. Служил в Агдамском районе, после демобилизации, во время июльских событий, вернулся в армию добровольцем. Воевал пулеметчиком в Жибраильском, в Физулинском-Махаджавенском районах, дойдя до города Шуша. Под Шуша был контужен. Из интервью агентству Трент. Я себя абсолютно не считаю героем, просто выполнял свой гражданский долг. Это моя родина, и я, как сын этой земли, сделал то, что и должен был сделать. На протяжении 44-х дневных боевых действий, каждый из нас был готов пожертвовать жизнью во имя освобождения Азербайджана от армянских оккупантов. Многое пришлось повидать, воевали, спасали раненых с поля боя, во всем поддерживали друг друга, шли только вперед. Очень больно было, когда теряли боевых товарищей, друзей, тяжело видеть слезы матерей и отцов, детей и жен шахидов. Азербайджан вновь доказал, что все мы как одна семья и в этом заключена наша сила. Победу встретил 10 ноября в Шуша, где проходили очень тяжелые бои. Михайлов Валерий. Михайлов Валера. Родился 14 марта 1997 года. В 2016 году, принимал участие в боях, сначала сентябрьских боевых действий ушел на фронт. Участник боевых действий сначала в Физули, затем в Губадлы из Ангелани. После был отправлен в Шуша. В настоящее время он продолжает службу в Лачине. Вадим Шершнев. Вадик Шершнев, 18-летний артиллерист-новодчик. Родился Вадим, 30 апреля 2002 года. В 2018 году, окончив среднюю школу номер 7 Хачмасского района, был призван. Прошел всю войну. Во время боев проявил мужество, представлен к награде. Он должен вернуться домой в октябре 2021 года, по истечению срока военной службы. Братья Галеевы. Роман и Руслан. Два брата. Галеев Роман, 18 июля 1996 года рождения. И Галеев Руслан, 12 мая 2001 года. Участвовали в боевых действиях с первых дней Карабахской войны. Дошли до Шуша. Роман ждет отправки домой, а Руслан продолжит службу. Братья Бузановы. Андрей и Максим. Два брата Бузанов Андрей Дмитриевич и Бузанов Максим Дмитриевич. Гинджинцы, оба военные, с первых дней боевых действий были на фронте, участвовали в боевых заданиях. Максим в списках награжденных медалью «Отважный боец». Их отец Бузанов Дмитрий Дмитриевич, участвовал в Первой Карабахской войне, к сожалению, умер в 2001 году. Сыновья пошли по его стопам. Старший сын несет службу и является офицером военно-воздушных сил Азербайджана. Послесловие. Итак, это лишь несколько историй. А на самом деле их значительно больше. Надо еще учитывать, что в Азербайджане не была объявлена мобилизация, поэтому каждый попавший на фронт добровольцем, должен был приложить к этому немало усилий. С первого раза, обычно заворачивали назад, обещая внести в списки. Но ребята добивались и шли на фронт. Всем этим ребятам, как и тысячам представителей других национальностей, интернациональный азербайджанский народ будет навечно благодарен. Они останутся в истории. Как остались в народной памяти, и герои Первой Карабахской войны. А на этом наш канал с вами ненадолго прощается. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и приходите к нам за новыми свежими новостями.